Но в молитве я молюсь не только за гонимых, я молюсь о загонителе, в том числе и за президента Путина. Бог довразумит этого человека, довразумит его, и он совершил очень много подлости и низости во время своего правления. Но самое низкое, самое подлое, это даже не касательно внешней, внутренней политики, это все на его совести, это уже другая тема. Но самое низкое и подлое, что он совершил, это гонение на верующих. Гонение на верующих разной конфессии, испытывают давление сегодня разные конфессии христианские и нехристианские. Но самый удар, знаете ли, самое подлое, бить беззащитного, того, кто, ну о ком ты точно знаешь, что он сдачи никогда не даст. Вот, значит, и эта чекистская мораль, она просто ужасна. Бьют самых беззащитных, самых безгласных, будем так говорить. И сегодня я молюсь за этих беззащитных, я молюсь за этих безгласных, молюсь за свидетелей ГОВЫ. И, хотя подчеркиваю, я никогда и не был в этой организации, и не собираюсь вообще, и хотя в жизни я общался со свидетелями ГОВЫ, и здесь вот в Киеве, допустим, я готов обнимать, просто целовать их, потому что надо же, вот они здесь свободны. Здесь почему нельзя вот сделать, как вот в Киеве, допустим, в Москве тоже, там в других городах, свободно, чтобы люди свою веру, религию исповедовали, не опасаясь, что их будут арестовывать, пытать, допрашивать там шокерами, пытать их, значит, вставлять в задний проход шокеры, электрошокеры. Вот это все сегодня происходит в наши дни, это в наши дни, это не сталинские застенки, это не гитлеризма застенки, национал-социализма Германии. Нет, это сегодняшняя Россия происходит, и это огромнейший позор, стыд и срам просто, стыд и срам на всю Россию. У Путина есть несколько лет для покаяния, исправления, у него есть несколько лет, и мой добрый совет ему, мой добрый совет, если, я не знаю, чудо происходит даже и вот в таком плане виртуальном, если господин Путин послушает меня все-таки, вот, или кто-то возле в окружении, пожалуйста, прекратите это безобразие, прекратите сейчас же, прекратите, остановитесь, это безумство, гнать верующих, гнать беззащитных, и, ой, Господи, помилуй, Господи, вразуми,